В городской больнице заработала новая лаборатория молекулярно-биологической диагностики. Высокоточная современная техника позволит проводить большой спектр различных анализов, и пациентам больше не придется выезжать для этого за пределы города. Подробности в следующем сюжете. С нового года муравленковцам больше не придется обращаться в лабораторию округа, чтобы сделать самые сложные молекулярные анализы. Теперь эту диагностику методом полимеразной цепной реакции будут проводить в городской клинико-диагностической лаборатории. Метод ПЦР – это один из самых новых, самых точных. Он позволяет обнаружить возбудителя инфекции в пробе, если даже там находится одна молекула его ДНК. Если раньше лаборатория за один рабочий день выполняла более трех тысяч анализов, то теперь их количество вырастет в разы. Специалисты смогут диагностировать на самых ранних стадиях гепатиты, ВИЧ-инфекцию, герпес, вирус папилломы человека, острые кишечные заболевания, гриппа, а также заболевания, передающиеся половым путем. И что очень важно, метод ПЦР практически никогда не дает ложноположительных результатов, а это значит, что улучшится качество постановки диагноза пациентом. Оборудование очень точное, легко в применении. Также за счет ламинарного потока идет защита и нас, как специалистов, и наших проб от попадания каких-либо агентов, вирусов, либо бактерий. Оборудование приобретено за счет средств, полученных от платной деятельности городской больницы, а также спонсорской помощи. В целом на открытие лаборатории ушло более 7 миллионов рублей. Коллектив у нас обучен, то есть наши специалисты проходили обучение с выездом в Ноябрьск на базе Ноябрьской центральной городской больницы, где тоже имеется такая лаборатория. Они прошли обучение на рабочем месте. Приобретение нового оборудования, несомненно, повысит качество медицинских услуг. Напомню, что в этом году в городской больнице полностью оснастили офтальмологический кабинет. В поликлиниках появились лор-комбайны, автопарк скорой помощи пополнился новым реанимобилем. Ирина Бугрим, Нина Гультяева, Андрей Нагибин, Владислав Дроботов. Новости Муравленко. Новости Муравленко. Продолжение следует...